А теперь обо всем по порядку. Больше тысячи гостей одновременно ждет Петропавловск осенью этого года. У нас пройдет форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Как готовиться к встрече глав двух государств и делегаций, проинспектировал первый заместитель премьер-министра республики Оскар Мамин. Он прибыл в нашу область с рабочим визитом. Репортаж Кристина Горбаченко. В 2017-м завершилась реконструкция Международного аэропорта Петропавловска. Отремонтировали взлетно-посадочную полосу и терминал. Но теперь, чтобы принимать большое количество гостей, предстоит увеличить число площадок для стоянки воздушных судов. Планируем шесть площадок, которые позволяют нам, в целом мы посчитали необходимое количество гостей, которые прибывают. Мы проанализировали форумы в Атрал, проанализировали Павлодаре. Где-то около 60 портов прилетало. Но мы договорились уже с аэропортом Курчитав, Астане и Кустанай. Так что эта ситуация нам, в принципе, решаемая. Здесь в планах по подготовке дороги протяженностью 5,5 километров, ПСД, все готово. Планы по расширению перона аэродрома Оскар Мамин поддержал. Самолеты глав государств приземлятся в Петропавловске. Если воздушных судов гостей будет больше ожидаемого, то их примут аэропорты соседних областей. Просьба большая поддержать. У нас сегодня, к сожалению, техника, которая стоит на балансе аэропорта, она вот в 70-е годы. Хорошо, будем рассматривать. Да, мы сейчас с компаниями контактируем для того, чтобы использовать наш аэропорт. Они смотрят оснащение техникой и вопрос сразу возникает для того, чтобы привлечь загружку аэропорта. Российские делегации будут добираться на форум и на автомобилях. Для этого нужны хорошие трассы. В июле прошлого года начали реконструкцию автодороги от Петропавловска до Кургана. В рамках реализации программы «Нарлужово» ведется реконструкция коридора Астана-Петропавловск с выходом на Российскую Федерацию, на Курган. В данный момент 143 километра работы уже выполнены. В данном ведутся работы по участку Петропавловск, граница Российской Федерации. Участок протяженностью 60 километров, генеральный подрядчик АО «Кадорстрой». Оскар Мамин интересуется, когда завершатся работы. По словам дорожников, из 60 километров в этом году успеют отремонтировать только половину. Я прошу рассмотреть, Роман Васильевич, внимательно, вопрос ускорения производства работы на этом участке. Это очень такой интенсивный участок. Если необходимо будет дополнительно финансироваться, чтобы лимит этого года увеличить, давайте просмотрим. 60 километров – не такой большой проект. Если интенсивно работать, можно успеть в этом году до начала порта. В этом году закончится реконструкция моста в районе ДСР. На въезде в Петропавловск установят монумент Кожеберген-Жирау, отреставрируют фасады зданий и магазинов в едином современном стиле. А это будущий дворец школьников. Он станет главным объектом форума. Именно здесь планируют проводить пленарные заседания с участием президентов Казахстана и России. Цветовые решения уже современные, терракотовый цвет. Тренды мировые мы тоже учили. На март то, что мы планируем, это заполнение кирпичная кладка и фасад витражи. Фасад у меня полностью уже здесь 100% завезен. Витражи 60% здесь на объекте. И заходим, начинаем. По инженерии как? По инженерии тепловой узел уже готов. Уже готов. Челера, приточные установки, полностью все 100%. Наружные сети, водопровод и канализацию провели в прошлом году. С финансированием проблем нет, говорят подрядчики. По срокам остается полгода. Времени мало, отмечает Аскар Мамин. Поэтому темпы строительства нужно ускорить. График очень напряженный. Надо интенсивно работать. Отделка начнется уже. Площадь здания немаленькая. Почти 15 тысяч километров. Везде надо работать одновременно. С тем, чтобы успеть. Ну и качество. Вопрос качества номер один. В микрорайоне Жасоркен ведут в эксплуатацию 2700 квартир. На финальной стадии сейчас строительство теннисного корта. Детально о подготовке к главному политическому событию года говорили уже на совещании. Первый вице-премьер отметил, что форум приграничного сотрудничества нужно провести на высоком уровне. Качественным должен быть и контент мероприятий, которые будут проходить в эти дни. Тематика форума в этом году – новые подходы и тенденции развития туризма Казахстана и России. Вы знаете, что мы придаем важнейшее значение развитию туризма. В Казахстане отрасль обладает огромным потенциалом для своего развития. Петропавловск не случайно выбран, так как мы считаем, что он обладает значительным туристическим потенциалом. И если мы говорим о туристах, которые могли бы посещать наши туристические места и приобретать наши туристические продукты, то мы во многом ориентированы на российский рынок в том числе. Нужно подготовить качественные и интересные презентации о туристском потенциале региона. Большая работа до начала форума предстоит и по улучшению инфраструктуры Петропавловска. Очень много работ предстоит по переведению на должном уровне инфраструктуры города. Это касается и инженерной инфраструктуры города, дорог, соответствующих улиц. Есть все, что связано с жилищной инфраструктурой. Мы посетили объекты строительства новых квартирных жилых комплексов. И все это, конечно, большая работа. Сроки у нас остались не такие большие, поэтому необходима очень интенсивная работа со стороны Акимата области. Подробно о том, как на севере страны готовятся принимать высоких гостей, рассказал Кумар Аксакалов. Он заверил, что презентация Дворца школьников будет 1 сентября. Он будет уникальным. В своем роде здесь будут сосредоточены самые уникальные вещи в IT-технологиях и будет местом, где будут тянуться дети прежде всего. Запланирован и масштабный ремонт дорог. Глава региона просит дополнительное финансирование на асфальтирование второстепенных проездов. В Петропавловске только половину всех дорог можно назвать качественными. Продолжится установка современного энергосберегающего уличного освещения. Идет реконструкция железнодорожного вокзала. Отремонтируют максимум дворов, высадят деревья и живую изгородь. Отреставрируют фасады 60 домов. Для приема гостей есть 19 гостиниц. Две еще достраивают. По нашим оценкам, более тысячи гостей и участников форума будут находиться в эти дни в Петропавловске. Многие из них приедут заранее в рамках подготовки проведения выставки. И даже приедут, может быть, за месяц, потому что необходимо большую подготовительную работу провести. Поэтому мы должны четко понимать, что нам нужно не менее 1200 мест в гостиницах. Всего сколько номерной фонд в городе сегодня? С учетом всех гостиниц, 752. Мы сразу видим, что дефицит у нас где-то 500 мест сегодня наблюдается, поэтому надо над этим работать. Обеды и ужины для делегатов будут организованы в 27 ресторанах. Рассказал глава области и о развитии туризма. Это главная тема будущего форума. Есть планы по развитию Шалкарска и Монтаусской зоны. Для этого нужно сделать дороги и современные базы отдыха. Кумар Аксакалов попросил Оскара Мамина включить в программу «Дорожная карта бизнеса-2020» пункт по поддержке предпринимателей по строительству транспортной инфраструктуры к новым объектам. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.